В некем царстве, в некем государстве жил-был богатый купец, именитый человек. И было у того купца три дочери. Все три красавицы писанные, а меньше лучше всех. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам, и говорит он своим дочерям. Дочери мои милые, коль вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. Старшая дочь попросила самоцветный венец, а средняя дочь туалет в хрустальный. Твой черед, Настенька, дочка меньшая, любимая. И дала я во сне цветочек, маленький, крашек о его, нет на всем белом свете. Вот ездит честной купец по чужим странам заморским, по королевствам невиданным, продает вам свои товары. Но тогда он не знал, что за ним придет беда. Пора ли воротиться, Степан Ебельянский? Все товары распроданы, все гостиницы закуплены. Не всем цветочек каленькой остался. Где искать, у каких берегов? Так вот он, вот он, цветочек каленькой. Каленька, что ты сделал? Как посмел ты сорвать мой любимый заветный цветок? Меньшая дочь, Настенька просила. Если вы прочтете сказку «Оленький цветочек» Сергея Аксакова, вы узнаете, что было дальше, и вы узнаете о том, как Настенька переборола свою боязнь, и вы узнаете, как чудовища превратилась в прекрасного принца из-за любви Настеньки.